Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре новый альбом группы Erch Enemy. И сразу скажу о главном. Ребята, кто не слышал данный альбом? Просто ставьте на паузу обзор, вообще не нужно его смотреть пока что, пока вы не послушали данный альбом. Обязательно послушайте на любой стриминговой площадке, я не знаю, скачайте его. В общем, найдите возможность, найдите время, зацените. Потому что я не ожидал, что группа спустя такого долгого молчания и вообще не думала, Алисия Уайтглаз что-то может выдать, не может выдать. Одно дело, она там поет какие-то песни перепетые старые, там частично что-то новое. А тут все-таки выдать новый материал. Ребят, они выдали настолько великолепно, просто пушка разрывная. Я не знаю, музло это просто. Короче, слушайте, никаких комментариев больше давать не буду. А здесь продолжим обозревать виниловые издания, причем два виниловых издания. Первое это лимиточка с официального сайта Multicolored. И второе, большое спасибо нашему подписчику Сергею Бородин, который предоставил бокс. Такой бокс в виде книги, которую мы, естественно, тоже сейчас откроем и посмотрим. Я долго ломался, кстати, брать себе бокс не брать. Я думал, он будет, кстати, намного больше. Места складывать у меня эти боксы особо некуда, потому что все-таки занимает боксы много места. Ну, как оказалось, здесь такая не такая уж и толстая, приятная такая на вид книга. Так что, возможно, даже чуть-чуть жалею, что я взял себе не эту книгу. Но посмотрим, может, в дальнейшем приобрету и ее себе. А сперва откроем и посмотрим одно издание и второе издание. Погнали! Итак, чтобы, не знаю, как-то было интереснее, давайте самый вот этот жир оставим напоследок, а начнем вот с лимитированного издания, которое я себе прикупил. Обложечку сейчас покажу после того, как снимем пленочку, чтобы ничего не отсвечивало. Но сначала расскажу, что на стикере. Стикер гласит о том, что здесь 180-грамовая пластиночка одна штука, мультиковер от винил, лимиточка в 500 штук и восьмистраничный буклет. Вообще, молодцы, положили. И такая обишечка здесь. Так, открываем, смотрим. Очень шикарное оформление. Я очень долго ждал, пока доедет данный альбом. Причем он приезжал в черной версии, я слушал, еще в какой-то там. Ну вот, что-то вот захотелось себе вот прям взять вот такую лимиточку цветную. Все-таки альбом, ну прям, не знаю, прям великолепный. Ребят, кто не слушал, опять ставим паузу, идем слушать альбом. Это просто пушка-бомба. Так, стикер выбрасываем. Мне пригодится. Вот такая у нас обложка. Причем, смотрите, обишка повторяет обложку, но здесь единственное нанесено название альбома. То есть так у нас нет названия, когда мы ее убираем. Сейчас очень модно стало делать вот эти обишки, корешки. Но это такая недообишка, корешок больше. Ну пусть будет как обишка. Обишка это, если что, вот. Кто вдруг не в курсе, потому что под какими-то видео у меня спрашивали. Так, вот так и надеваем. На обложке у нас стилистическое изображение. Вообще великолепный арт. Одна обложка просто чего стоит, ребят. Название группы Arch Enemy. Название альбома. Супер. С обратной стороны у нас на самой обишке название группы, название альбома и немножко выходных данных. Написано, что лимитированная версия, цветной винил, восьмистраничный буклет. Вот здесь вот такая небольшая информация. Убираем обишку. Также здесь у нас на самом, на самой пластинке с обратной стороны название альбома. Трек-лист к каждой стороне пластинки. В центре медиа, выходные данные, лейбл. Ну все как обычно. Кстати, штрих-кода нет. Ну да ладно. Ничего страшного, обойдемся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Красота. Так. Давайте сейчас этот красивенько положим. Сразу начинаем с буклета. Великолепный арт. Если не ошибаюсь, данный арт был на одном из синглов представленной группы к данному альбому. С обратной стороны опять у нас красивейший арт. Супер. Ну и естественно название группы, название альбома. Такая бумага плотненькая, глянцевая. Пропечатано все великолепно. На каждом развороте, на каждой странице у нас слова ко всем композициям с альбома и фотографии участников группы. Сделано великолепно. Причем даже написаны имена всех участников группы и кто чем занимается. Вокал, гитара, барабаны, бас-гитара и так далее. Супер. Молодцы, хорошо сделали. Небольшой буклетик, но имеет место быть. Такое дополнение, мне кажется, любому коллекционеру и слушателю вообще, фанату приятно. И в самом конце у нас выходные данные. Все люди, принимавшие участие в записи и все как обычно делают на всех пластиночках. Положим сюда аккуратненько. Ну и что? Посмотрим на саму цветную пластиночку. Сразу скажу, что цветной я не доставал. Я слышал только черную. Черный матовый конверт с вклеенной в пайной антистатической вставочкой. Ну, погнали. Ой, ну необычный цвет. Я не скажу, что я в восторге. Прям какой-то вау сейчас получил. Он какой-то грязноватый. Он все-таки... Ну, мультиковер, да, есть такой. Я даже не знаю, как назвать. Грязно-розовый с разводами красно-голубыми-белыми какими-то. Йогуртовый, ребят. Мне напоминает это какой-то йогурт. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, не знаю. Интереснее, чем черное, однозначно. Так, на яблоках у нас название группы, название альбома, трек-лист в каждой стороне пластинки, выходные данные немножечко вон там по ободку написаны. Ну, естественно, на лейбл. Ну, не знаю. На любителя. Честно скажу, на любителя. Если кого-то заинтересовало, вот пока оставим здесь его. Красивый? Да, в принципе, красивый. Лимиточка приятна. Далее. Открываем сам бокс, который нам предоставили на обзор. Он у нас в пленочке с большим стикером. Название группы, название альбома. Здесь также группа альбома, название. Что у нас тут написано? Лимитированные издания, делюкс, две пластинки, CD, артбук. Тоже цветной мультиколорд винил. Кстати, сейчас посмотрим, чем отличается мультиколорд этот от этого. Даже интересно. Что тут? Зейтро бонус, CD, два бонус трека, 36-страничный буклет. Вообще великолепно. Толстенная тяжелая книга в толстенном переплете. Молодцы. С обратной стороны у нас трек-лист. Пленочка какая-то поцарапанная, ну ладно. Трек-лист к каждой стороне пластинки. Штрих-код, выходные данные. И прошу обратить внимание, здесь написано, что данных боксов было 7000 штук. И они вручную пронумерованы. Данная копия 2613-я. Класс. Ну что, давайте красивенько его откроем. Чтобы не повредить, я даже вот не знаю, чтобы вы могли потом на место положить. Сейчас, конечно, я попробую. Надеюсь, получится. Все-таки вещь коллекционная, чужая. Стараюсь такие вещи открывать очень аккуратно. Оп. Вот, попробуем. Уголки снимем. Ну все, потом обратно так же его и запечатаем. Оп. Смотрим. Название группы, название альбома. Причем они сделаны с тиснением и такие глянцевые. Сама обложка матовая. Пальчики, ну не оставляет, нет, не такая уж и марка. Все трек-листы также сделаны вот с тиснением. И при этом блестят. Очень хорошо. Ну давайте вместе с вами буду открывать, смотреть. Хотел вот этот эффект вау получить. Открываю вместе с вами. Так, на первом развороте у нас лежит пластинка. CD-диск. Давайте сразу начнем, раз у нас приветствует пластинка, сразу и посмотрим, что здесь. Что-то интересное. Кстати, прошу обратить внимание, прошу обратить внимание, пакетики тоже черные матовые, но при этом нету антистатической вставочки. На том, что я себе приобрел, смотрите, полиэтиленовая вставочка антистатическая. Молодцы, ребята, постарались. А тут что случилось? Почему не постарались? Почему винил у нас в статике весит, царапается? Смотрите-ка, тоже мультиковер, но он другой. Совершенно другой. Тут он такой зелено-болотный, я бы сказал. То есть, ну хитро сделали, хитро. То есть, тут какой-то йогуртовый, кремовый, я даже не знаю, йогуртовый. Тут он зеленый. Ну и не поспоришь, мультиковер, мультиковер, интересно, интересно. Яблоки идентичные. Идентичные, прям, ну вот совсем. Единственное, мне кажется, единственное, сейчас, минутку. На моих яблоках название группы и альбома написано белым цветом. И вообще все белым цветом. В боксовой версии все это желтоватого оттенка, ребят. То есть, если для кого-то это играет какую-то роль, прошу обратить внимание. Здесь белоснежным цветом написано, напечатано. Здесь желтоватым. Не знаю почему. Желтоватый, наверное, все же ближе к обложке подходит. Ну и белый, в принципе, тоже неплохо смотрится. Ну, раз так сделали, так ладно. Пока будем сюда складывать. Так, здесь у нас, приветствует нас диск, который, наверное, будет невозможно достать. А нет, аккуратненько достается. Все. Диск. Тут у нас, я так понимаю, записан сам альбом. Ну, в боксе имеет место быть, коллекционная штучка такая. Не знаю, будут ли его слушать, но приятно, что есть. Ох, и все у нас тут пошло-поехало. Обложка альбома. Единственное, уже без надписей. Какие-то тут у нас строчки, которые что-то там нам рассказывают. Кому интересно, кто хочет себе прикупить бокс, можете перевести, прочитать это все. То есть, что-то тут, видимо, от группы, какие-то послания. На толстенных листах, вот прям толстенный лист, у нас дальше вот идет печать. Просто великолепных артов. Посмотрите. Очень красиво нарисовано. Этот лист пустой оставили. Могли написать, я не знаю, тексты ко всем композициям с альбома. Почему нет, не знаю. Далее, название альбома на этой стороне. И тут у нас опять какой-то текст. Так. Причем прилично там понаписано. Скорее всего, рассказывают о записи альбома. Все как обычно. Погнали. Ох, 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 ох. Можно я ее потрогаю? Печать великолепная. Далее уделили всем участникам группы прям целиком фотографии, что здесь размещена, написано Алисия Уайтгласса вокал. Вокал. И здесь ее фотография уже вот такая, натуральная. Очень классно напечатано. Печать просто великолепна, ребят. Крутой бокс. О, и слова ко всем композициям альбома поспели. Посмотрите. Кстати, корешок, ну, вроде нормально приклеен. Не сшитый, а он склеенный. Далее у нас картиночка сингла. Естественно, здесь слова к данной композиции. Картон вообще великолепный. Ох, какой он. Мне так нравится. Следующая фотография участника группы. Также его имя и чем он занимается в группе. Это кто у нас? Эх, ритм гитара. Сад, наперед. Следующая фотография, сопровождающая композицию и слова к композиции. Очень круто. Далее участник группы. Слушайте, вот это бокс, вот это красота. Да, прошу обратить внимание, что он не такой толстенький. Опять же говорю, на полке будет смотреться гармонично, если кто-то думает купить себе обычную версию, потому что место не хочет занимать, как я, или книгу. Вот, держу книгу, шикарная вещь. Для коллекционеров, мне кажется, это просто максимально идеальная вещь. Опять у нас тут сопровождающие стилистические изображения. Какой-то текст у нас тут присутствует. Это, скорее всего, от каждого участника группы какие-то слова о данном альбоме. Ой, на развороте, смотрите, фотографии всех участников группы. Надеюсь, хорошо видно. Очень стараюсь все уловить. Мне нравится, мне очень нравится. Далее опять слова от участника группы. Стиристическое изображение. Далее у нас идут слова ко всем, ну, к оставшимся уже композициям с альбома. Следующий участник группы. Класс, класс, класс. Еще слова к композициями с альбома. Блин, арты вообще великолепные. Художник постарался просто на ура. Мне очень нравится, как это все оформлено. Хоть по синглам можно было весь альбом выпускать, вот с такими иллюстрациями. Следующий участник группы. Ну, красота же. Стилистические изображения. Вообще прям, ой-ой-ой, ой-ой-ой, как хорошо. Так, и здесь у нас уже в конце выходные данные и люди, принимавшие участие в записи альбома. Кайф. К сильному альбому прям подошли очень сильно. Прям по оформлению, стилизация. Так, ну и в конце у нас еще одна пластинка. Я так понимаю, данная пластинка первая, это с самим альбомом. Вторая у нас, по-моему, если не ошибаюсь, там бонус трек или что-то там еще у нас. По-моему, бонус трек. Опять же, черный конверт без вставочки. О, вот эта пластинка та самая. Я не знаю, вообще на ней что-то записано, нет? Да, на данной стороне, вот, по-моему, здесь как раз бонус треки. Если что, кто не знает, это эффект зоотропа. Когда пластинку ставишь на проигрыватель, включаешь ее под определенной скоростью, скорее всего, здесь либо 33, либо 45 оборотов, данные вот эти вот картиночки, они оживают. То есть здесь происходит какая-то, не знаю, визуализация такая, так сказать. Кто не знает, что это такое, хочет посмотреть, как это выглядит, может просто в Ютьюбе ввести виниловая пластинка с эффектом зоотроп или винил зоотроп. Я думаю, Ютьюб покажет много таких изданий. Сейчас это стало достаточно модно, многие группы выпускают такие виниловые пластинки. Так что очень классно, что подошли и сделали с эффектом зоотропа вот такую красоту. Класс. Далее. И с обратной стороны у нас просто печать. Это не гравировка, а просто как пикчер винил. Но при этом здесь никаких композиций не нанесено. Да, никаких композиций не нарезано. Просто тоже с очередного сингла вот такое изображение. Классно. Хорошо ли подошли? Да мне кажется, вообще великолепно. Сейчас я это отдельно все свожу. Это чтобы вам показать. Вот так вот развожу. Так, ну в принципе и все. Вот такой вот бокс у нас. Вот такое издание на, грубо говоря, необычном, ну на лимитированном виниле. Можно сказать, по сравнению с боксом на обычном виниле. То есть, ребят, решать вам, какой винил покупать в коллекцию. То ли это будет боксовая версия, то ли это будет мультиколор, то ли это будет черная версия. Там еще какие-то версии печатали. Там и золотой был, и желтый, по-моему, и даже не помню. Короче, там светящийся в темноте был. Очень много версий. Я думаю, каждый найдет себе по вкусу, какая ему понравится. Так что, ребят, и самое главное, не забываем, подписываемся на наш телеграм-канал. У нас там большое комьюнити. Все привозы, все предзаказы, в первую очередь, только там. В обход сайта, ВКонтакте, зачастую туда ничего не доходит. Все в телеграм-канале. Так что, будем рады всем. У нас достаточно большое комьюнити уже. Ну и не забываем, подписываемся на группу ВКонтакте, на наш YouTube-канал. Ставим пальчик вверх. Поддерживаем меня, меня это стимулирует. Ну и подписываемся на YouTube-канал. А на этом все. Спасибо, что посмотрели обзор. Спасибо, что предоставляете пластинки на обзор. Всегда с радостью снимаю данные обзоры. И вообще, спасибо вам. Всем только хорошего пополнения коллекции. До новых встреч. Пока.